В заключение, по квадрокоптеру Habsano H501S мы можем сказать, что ошибались в одном. Micro SD-карта вставляется в сам квадрокоптер. Снизу вот здесь вот есть вход для SD-карты. Вставляете ее сюда. Вставили. Сейчас покажем, как это выглядит. То есть, гнездо, которое здесь для SD-карты в пульте управления, это для ранних версий было актуально, а в этой версии не актуально. Значит, чтобы запустить такой квадрик дома, чего я крайне не рекомендую, можно опустить тумблер GPS вниз, опускаем, то есть, выключаем функцию GPS. Показано Calibre Compass 1. Крутим его по часовой стрелке горизонтально, пока не появится Calibre Compass 2. Таким же способом это идет на улице. Вот, появилась Calibre Compass 2. Опускаем его мордой вниз и также вращаем. Пропал Calibre Compass. Ничего нету. Квадрокоптер моргает. Все, откалиброван. Но запускать в таком состоянии его дома не рекомендую. Но я сейчас покажу просто, как это делается. Завели. Все, вон двигатели крутятся, работают. Можно увеличить. Пожалуйста, так вот проверить. Ну и также потушить их. Значит, если SD-карту ставили, здесь показано, что на 14 минут... Хватает на 14 минут съемки. Так, если режим фото, то 1325 кадров. И после наших эмпирических испытаний на нем, в итоге оказалось, что на своем родном аккумуляторе все-таки, хоть как бы характеристики заявлено не были, что он летает 15 минут, придерживайтесь 10-минутного полета и старайтесь его сажать. Потому что мы летали около 10 минут, аккумулятор очень хорошо разрядился, мы не стали рисковать его дальше летать на нем. Смотрите видео, как мы полетали в продолжении. Так, всем рекомендую. Очень хороший квадрокоптер.